здравствуйте дамы и господа вас приветствует компания sky world community и встреча сегодня наша будет посвящена транспорту будущего хотя можно сказать уже транспорту настоящего и чтоб не быть голословным вот результаты приятного просмотра 2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта на легкой линии в шарджа тропический юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту центре юсти инк в уае началось строительство четырех анкерных опор для первых тяжелых трасс на новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 километров в час по и прошла сертификация струнного транспорта международные эксперты подтвердили что технология соответствует мировым требованиям надежности безопасности и долговечности сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение власти эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра юсти инк шарджа в конце года изобретатель струнных технологий анатолий юницкий объявила подписание первых четырех контрактов на адресные проекты это лишь часть масштабных достижений которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок это лишь начало прогресса частью которого может стать каждый может для тех кто первый раз видит это наверное шокирует смысле новый вид транспорта как это вообще возможно всегда у всех в головах как-то устроена уже уклад такой что ну вот такой вид транспорта такой вид транспорта такой есть и как-то это не менялась на веку вот мы сейчас живем мое поколение поколение чуть чуть старше чуть младше но как-то один самый главный точнее один одно понимание как можно передвигаться либо железная дорога либо сейчас авиатранспорт либо автодорожный транспорт но уже сейчас уже в 2022 году вы видите что в железе в металле сертифицированный транспорт представлен для мировой общественности который уже катает людей и по которому дамы и господа первые адресные проекты уже пошли по итогам 21 года первых четыре коммерческих проекта уже запустились это при том что мы еще не завершили сертификацию всей технологии которая была разбита на 15 этапов и в данный момент мы успешно справляемся с 14 из них огромный международный проект 500 тысяч человек которые объединились вместе для того чтобы создать планетарную технологию которая даст абсолютно новую площадку и основу для будущего развития человечества при том что это не только для людей этот транспорт будет влиять как и влияет весь остальной транспорт на все живое только он будет влиять на него положительно а не негативно конечно же за час у меня не получится рассказать так много о глобальной технологии поэтому пожалуйста развивайтесь интересуясь и зайдите на youtube и посмотрите после нашей встречи это интервью с анаторием юницким об итогах 21 года и узнаете очень много полезной и важной информации о том как такое непростое время когда с миром происходят такие изменения мы по-прежнему успешно развиваемся и двигаемся к улучшению мира вместе поэтому your welcome в чате вы найдете ссылку и название на данное видео либо просто наберите интервью с анатолием юницким об итогах двадцать первого года на ю тубе и вам выдаст это видео приятного просмотра давайте познакомимся меня зовут артем курбанов я из латвии из города дауков и всю жизнь я старался делать мир вокруг себя лучше я рос мои возможности росли и я понимал что можно вылезать из масштабов страны и влиять на континенты на планету на всю и действительно я понимал что одна из вещей это технологии каким способом мы можем на это влиять то что связано с нашей жизни города питание агротехнологии энергетика и конечно же транспорт и изучив множество вариантов как я могу делать этот мир лучше я нашел сообщество я нашел идею которая развилась с помощью интернета я нашел множество сообществ людей которые объединяются по общим интересам и вместе создают потрясающее изобретение компании продукты услуги то есть множество людей кто-то имеет идею кто-то имеет знания кто-то имеет время кто-то имеет ресурсы объединяются вместе через интернет и создают собственные проекты запускают что-то в мире что хорошо реализуется и я узнал множество таких проектов их сотни в данный момент за последние десятилетия тысячи запущены но из них самый актуальный самый полезный и самый важный это проект который развивает и финансирует компания skyworld комьюнити транспорт нового поколения хотя это лишь первая самая маленькая самая земная самая понятная технология которую гениальный ученый реализует для всего мира и как только мы закончим 15 этап двинемся дальше к следующей технологии поэтому дамы и господа посмотрите чтобы сразу у вас информация откладывалась в нужную вам ячейку и запоминалась это основные побуждающие факторы которые вы можете улучшить это то что можно сделать лучше в своей жизни в жизни других людей с помощью компаний skyworld комьюнити и и нас инновационных экологических технологий анатолия эдуардовича и низкого поэтому если вас интересует интересует хотя бы что-то из этого хотя бы даже одно то вы точно сможете использовать информацию из нашей сегодняшней встречи себе во благо и не только себе но и всему миру ведь человек и нас 8 миллиардов человек мы самое влиятельное существо на планете и самая влиятельная сила потому что мы виды изменяем нашу планету в то какая она сейчас но не все наше влияние положительные есть и отрицательное негативное от которого конечно же необходимо избавляться ведь мы уже на достаточном уровне развития и до достаточным уровнем силы духовный духовного роста осознанности мудрости чтобы принимать свою планету как свой дом и заботиться поэтому именно люди объединившись имеют самые чистые побуждения и цели и сейчас с помощью краудинвестингов краудфандингов интернета объединение такой коммуникации имеют возможность менять мир в лучшую сторону туда когда сами решают ведь технологии являются отличным рожевом это наше детище и от нас зависит в какую сторону она будет развиваться направлять но если она долго будет развиваться в сторону который идет сейчас техногенная сфера которая потребляет энергию нашей планеты берет ресурсы и и чтобы произвести какую-то полезную работу и создает из неживое неживое либо из живого неживого то есть из какого-то ресурса вытягивают энергию либо сжигает и производит работу таким способом мы сожжем все наша индустрия которая разрастается все больше и больше она не сможет ужиться той же сфере в том же пространстве на поверхности планеты земля до так скажем верхних слоев атмосферы мы находимся в одной пространственной ниши с технологией и задача так скажем человечество сделать так чтобы эта ниша была действительно им хорошим домом хорошим приятным с которым можно жить в гармонии и изобилии и это возможно но часть технологий необходимо заменить или даже убрать и сейчас как из каждой новой технологии так скажем судьбоносный мир менялся с помощью электричества с помощью нефтехимии с помощью интернета гаджетов виртуальной реальности мы знаем тот мир который есть сейчас он же так серьезно отличается от мира который был сто лет назад и сейчас все быстро мы делаем очень многое быстро пересылаем деньги за секунду гигабайтами шлем информацию можем звонить в другую часть планеты быстро делаем производство очень много знаний и достаточно уже мудрости но мы медленно передвигаемся передвигаем наши грузы и пассажиров то есть физическое перемещение слишком сбился фокус в сторону виртуальности единицы нулей хотя мы живем в реальном мире кушаем реальную еду живем в реальных домах и это необходимо понимать и одна из главнейших так скажем частей которая нам помогла развиваться так последние столетия это транспорт хотя он развивался и помогал нам уже очень давно но транспорт действительно дает нам огромные возможности и сейчас он стоит мы медленно передвигаемся то есть у нас все что связано с деньгами информации компании эти они начали работать и такой так скажем влияние произвели на все человечество на всю информацию которая есть а передвигаемся медленно тут в инфосреде делаем быстро а грузы идут медленно и что составляет их цену делает дороже и перемещение нас и перемещение наших товаров услуг наших заказов с другой точки планеты сейчас аэропотребление то есть это сейчас та реальность которая есть которую мы знаем и это те компании которые основали ее и создали хотя никогда не делились так как мы сейчас информации не было такой возможности и не было возможности так участвовать как сейчас в проектах как тогда и да и понимали немногие что эти проекты эти компании будут так сильно востребованы и так серьезно разовьются увеличится вас столько сотен раз капитализация этих компаний так вот эти вот компании с невероятной капитализации вон 100 долларов за 18 лет превратилась в миллион семьсот восемьдесят две тысячи настолько было востребовано то что делала эта компания или 10 долларов за 16 лет 100 тысяч долларов это все реальная историческая статистика компании которые сделали мир который есть сейчас но перед вами сегодня предстанет компания которая больше всех этих инфраструктура еще более масштабная самый дорогостоящий бизнес в мире потому что включают себя не только пассажиры перевозки но и грузы перевозки и это наш физический материальный транспорт транспорт будущего а точнее транспорт настоящего ведь то что вы видите перед собой это реальные фотографии это реальный транспорт на котором я собственным телом ездил видел его трогал щупал и при этом не только на одной трассе одном транспорте на многих видах поэтому я с удовольствием и абсолютно честно рассказываю вам то что сам почувствовал не то что где-то просто услышал а то что сам прочувствовал по себе при том еще с ощущением понимания что мы участвуем в этом наша энергия наши ресурсы есть в этом ведь подумайте кому необходима такая технология только человеку человеку самому народу который пользуется этим транспортом ведь те кто имеют другие виды транспорта это для них бизнес и он сделан ради прибыли и в большинстве сейчас она так есть к сожалению мы видим это потому что происходит в нашем мире и с помощью данной технологии мы придем сначала на помощь там где не справляется транспорт а потом и вовсе какие-то части будут заменены тем что более эффективно как раньше пейджеры заменили мобильными сотовыми телефонами это приходит постепенно люди все равно выбирают то что им лучше со временем они стараются понимают изучают и выбирают то что лучше так вот сейчас еще до того как мы начали начали более полумиллиона человек представили поделились своей энергией ресурсами для того чтобы сейчас увидели чего мы смогли достичь и поняли взвесили все аргументы и почувствовали что этом действительно реально что это можно ускорить что можно стать частью этого что можно совладеть этим и делать это благо во всю планету при том что это только начало и только самая первая технология которую мы реализуем таким способом с анатолием эдуардовичем ленинским но смотрите какие успехи при том что абсолютно не традиционный вид и маркетинга рекламы и производства развития как развивается этот проект но это все успешно и мы делаем будущее технологии будущего зеленые автоматизированность то есть закрывающие технологии которые освобождают человека от ненужной деятельности от монотонной деятельности от опасной деятельности наш транспорт супер умный транспорт искусственный интеллект с программным обеспечением высшего порядка с машинным зрением окружающим и сотнями датчиков внутри для полной безопасности и комфорта пассажиров и груза максимально гибкая технология и это изобретение одного человека но уже с огромным штатом и огромной компанией более чем 80 конструкторских бюро около тысячи человек высококлассных специалистов которые создают это вместе с нами поэтому дамы и господа каждый человек хотя бы один раз в жизни должен увидеть эти фотографии или видео чтобы понять насколько это реально услышите увидеть как катаются люди и узнать о том что уже есть первые четыре адресных проекта чтобы дальше думать пройти мимо или все-таки заострить свое внимание на этом уникальном транспорте ведь мы достигли действительно воистину огромных масштаб я сейчас еще поставлю вам одно очень приятное и интересное видео о нашем производстве там о том чего мы достигли вот Продолжение следует... Вот такая вот невероятная технология, вот такой вот потрясающий, так скажем, станочный цех мы уже собрали, производство. Мы уже вышли с масштабов, так скажем, малого бизнеса в средний бизнес и остались на плаву в это непростое время, хотя большинство среднего бизнеса кануло в лету. Но с такими руководителями и с такой огромной поддержкой в полмиллиона человек мы успешно двигаемся и, конечно же, закончим 14 и 15 этап уже очень скоро. Потому что скорость, с которой Анатолий Эдуардович реализует свою технологию, для многих остается загадкой, потому что люди считают, что это невозможно сделать за такое время, за такие средства, то, что сделали мы. Просто не поддается пониманию, особенно, так скажем, людям, которые не занимались собственным бизнесом, либо не участвовали в огромном производстве, либо в инновационных технологиях. Ведь посмотрите на этот новый мир. Философия жить на планете Земля в полной гармонии. Давать ей все необходимое, врать от нее все необходимое, тем не менее, никак ей не вредить. И жить в согласии и благополучии как с флорой, так и фауной. И представляете, не только транспортная технология отвечает всем этим требованиям у Анатолия Эдуардовича Юнистского, целая серия технологий, за которые он уже получил премию мира в Братиславе в 2018 году, в декабре, в Словакии, за целую серию его технологий, эко-мир. И там всюду прослеживается эта философия. Он предлагает новый вид жизни, новый способ жизни с помощью просто продвинутых технологий. Правильных технологий, правильной логистики, правильного распределения и соединения, объединения наших городов, стран и континентов. И все продумано до мельчайших подробностей. Более сорока лет Анатолий Эдуардович отдал науке для понимания, как с нашей прекрасной природой, матушкой, жить в благополучии. Как сделать так, чтобы всем всего хватало. И он нашел такие способы. Так что же по его видению и подсчетам у нас более 10 миллиардов человек может жить полностью припеваючи на нашей планете. Одна только из шапок наших может вместить в себя 10 миллиардов человек при правильном использовании пространства и новых технологий. Таких как экологические дома устойчивые, линейные города и экопоселения, транспорт нового типа, новый вид энергетики. Это все есть у Анатолия Эдуардовича Юницкого. Зайдите, пожалуйста, на сайт юницкий.инженер, и вы узнаете так много, что не сможете остановиться изучать его. Потому что со временем начинаешь понимать, как один человек мог сделать в человечество такой вброс технологий. И я общался уже с тысячами людей, которые поддержали этот проект. И многие из них инженеры, конструкторы, робототехники, которые изучили, посмотрели, изучили формулы. И я от них услышал заключение, что на таком уровне, в разных сферах, сколько у него знаний, он говорит, непонятно, как один человек может со всем этим справиться. Он говорит, но все, что я смог понять, все, что было по моей части, все четко, ровно, идеально. Такие решения, ну просто гениальные решения, причем в каждом направлении. И я такое слышал не от одного человека. Ну и, конечно же, познакомившись с ним, я понял, пообщавшись с ним, задавая ему вопрос и слушая, какой он дает ответ. Мировой, сразу, планетарный, можно идти и применять по своей жизни. Это такие люди очень редко рождаются. И те технологии, которые он предлагает, к ним должно быть действительно пристальное внимание. Потому что его технология самая оптимальная, эффективная и безопасная. Как говорит Эвер, вообще в ближайшем будущем будет только эта технология модернизироваться слегка. Но общий ее принцип уже круче сделать, только если на каком-то вечном двигателе летать. Потому что он в своих фильмах четко описывает, каким образом он это просчитал. Как лучше всего из точки А на планете Земля в точку Б переместить груз или пассажир. То есть произвести какую-то работу. Что будет происходить с энергиями, с кинетической энергией, с другой энергией, с третьей. Как все это будет двигаться. И в итоге из всего этого создал струнный транспорт. То есть он нашел способ, как потратить минимум ресурсов, как потратить минимум энергии, минимум времени. Но тем не менее получить самую большую эффективность с возможностью развития на будущее. То есть чтобы и на более чем 10 миллиардов человек эта технология справлялась. И он с каждым этапом это подтверждает. Технично, очень быстро. И понятно почему. Ведь огромный опыт у этого человека. Вся жизнь в науке. Более 200 научных работ он написал. Более 20 монографий. Свыше 150 изобретений. И очень обширные сферы. Также его познание в космосе. И в том, как нам, так скажем, открыть чашку Петри, как он говорит. Как нам вылезти из нашего мира и продолжить развиваться дальше, у него все это изобретено уже. Это необходимо только сертифицировать. Именно сертификация, там точка преткновения между, так скажем, созданием им технологий и их уже реализацией. То есть это та часть, которая необходима для того, чтобы в нашем бюрократическом мире начать строить. Нужны сертификаты. Нужны подтверждающие бумаги, что характеристики соответствуют. Что безопасность соответствует. Что циклика, вот столько циклов это выдержит, соответствует. Вот такая температура. Это все нужно попробовать, сделать, испытать, продемонстрировать. И самое главное, просертифицировать. Именно это и есть самая важная задача для всего проекта. Сертификация всей технологии, в которой мы уже на 14 из 15 этапов развития. То есть представляете, люди, обычные люди со всей планеты. И уже и много необычных людей, которые более влиятельны. Потому что множество министров, уже и короли, и разные другие серьезные и очень богатые деятели этого мира интересуются данными технологиями. Приезжают в Белоруссию и в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы увидеть, что же это за технология. На какой она стадии. И не зря у нас уже первые адресные проекты. И в этом году, как сказал Анатолий Эдуардович, будет еще больше проектов. Потому что люди понимают, уже мы показали и доказали, что у этой технологии невероятный потенциал. И кто первый начнет работать, того этапки. Так скажем, того первого, одарит этой пользой, которую приносят данные инновационные технологии. Эта компания может в 21 веке построить более 20 миллионов километров дорог. И помогая всему живому на нашей планете. Как в новых городах поставить транспорт, так и в существующих старых городах прийти на помощь. И с идеальным решением, с минимальными затратами ресурсов и времени построить эффективный транспорт, который даже старые города сделает более эффективным. Ну и, конечно, междугородний, межконтинентальный транспорт. Сейчас мы сертифируем междугородний, чтобы 500-600 километров в час передвигаться. Но у Юницкого есть технологии передвижения в варвакууме. До полторы тысячи километров в час в разреженной среде. То есть шаг за шагом был отмечен наш бизнес-план, наш краудинвестинговый план. Что нужно будет сделать для того, чтобы можно было беспрепятственно строить данную технологию по всему миру. Все, что нужно было просертифицировать и сделать, разделили на 15 этапов. Это сколько-то стоит каждый этап. И получается самые первые этапы, самые маленькие, самые легкие, самые последние этапы, самые дорогостоящие, самые тяжелые. Но и в начале меньше всего людей об этом знало, и мало было аргументов, что это получится. Это венчурный, высокорискованный проект. А сейчас мы уже видим, насколько риски тают просто и падают. И мы видим, так скажем, что мы практически завершили. Практически уже успех пришел на нашу улицу. Как бы можно сказать, уже пришел из-за адресных проектов, но все равно хочется поскорее просертифицировать скоростной транспорт. Чтобы все, что было вложено в 15 этапов, все те виды технологий, все эти детали технологии нового транспорта, которые включают в себя не только сан-транспорт, но и все дороги, вся инфраструктура. То есть это огромнейшая работа, самая масштабная транспортная инфраструктура в мире, в ближайшем будущем она станет. И сертификаты. Сертификаты – это самое важное. Вот для чего и нужны люди с самого начала и до самого конца. Почему люди нужны и сейчас, хотя мы на таком успешном и уже высоком уровне развития компании. Потому что последние этапы самые дорогостоящие, и их нужно сделать как можно скорее, чтобы строить междугородний транспорт сразу 500 км в час. Чем быстрее это закончится, тем быстрее мы получим невероятные скорости, невероятные возможности. И мы производим эти сертификации самыми мощными и сильными компаниями в мире, которые котируются на разных континентах. И, конечно же, радостно узнать, что сертификаты как в Белоруссии, в Европе получаются, в умеренном климате, так и в Объединенных Арабских Эмиратах, в тропическом климате успешно получаются. Мы действительно показываем, что все характеристики, которые поначалу, когда видели люди, говорили, ой, да это вообще невозможно, показывайте мне журналы, это все бред. Я помню такие слова еще несколько лет назад, даже год назад я еще встречал человека, который видел уже эти видео, как транспорт едет, как мы катались, что я сам там был, но все равно не мог поверить, что могут придумать люди что-то лучше, чем самолет или лучше, чем Бугатти-Виро. Только когда начинаешь изучать, мы понимаем, как много же мы всего не знаем. И эта тема сначала немножко непросто дается, потому что люди не понимают, а как это я связан. Ну да, я катаюсь в пассажирском транспорте, либо вообще в транспорте, но я что с этим могу сделать? Как я могу на это повлиять? Дорогие дамы и господа, именно мы и только мы можем повлиять на это. Те, кто использует транспорт на нашей планете в большей массе. Те, кто владеет транспортными отраслями, традиционными, дорогостоящими, уже неэффективными, сосущими деньги с наших же налогов, за наши же средства строятся все эти неэффективные дороги, когда уже есть возможность строить лучше и дешевле. Именно мы используем это, именно нам важно, если вы задумаетесь, именно для нас важно, какой транспорт в наших городах и между городами. Потому что тот, кто владеет, у него личные самолеты, чартеры, яхты, там, не знаю, подводные лодки и нефти просто тоннами. А именно обычные люди во всем масштабе, которые и составляют то состояние и благополучие всей планеты, по которым, можно сказать, планета наша живет хорошо или все-таки грустно жителям нашей планеты. Вот эта технология, она нами может быть только реализована, только мы в этом заинтересованы. И вся радость в том, что мы ее можем реализовать. Это от нас зависит. Хоть и мешают, как видно, за последние десятилетия продвижению таких инновационных технологий, но это в наших силах. И все прекрасны в том, что мы можем стать совладельцами этой технологии. То есть мы ее и развиваем, и в течение всей жизни, с передачей по наследству в нашем семействе мы будем совладеть данной технологией, данной компанией, которая будет поколениями приносить прибыль и пользу всему человечеству. Ведь эти трассы, например, пассажирские, они не то, что нашей семье помогут или какому-то отдельному городу, тысячи, миллионы, миллиарды людей станут более эффективны, смогут передвигаться более безопасно, гораздо быстрее, их возможности увеличатся. Представляете, вы в один день сможете посещать несколько стран на обычном транспорте и затрачивать минимум своих ресурсов и минимум времени. И для всех. Сейчас народ с помощью интернета, мы объединились как общий здравомыслящий организм. Мы совместно теперь видоизменяем нашу атмосферу, нашу окружающую среду для того, чтобы жить. И уже достаточно, уже сотни тысяч людей на нашей планете проснулись, хотя я думаю, что их уже и миллионы, понимая, что именно в наших руках будущее. И казалось бы, ну что могут сделать люди? С миру по нитке, да, можно набрать на рубашку, а оказалось, представляете, за пять лет, даже до десяти лет могут создавать одно транспортное средство, например, пикап какой-нибудь. Стоить это может быть от миллиона, от миллиарда до двух миллиардов. Одно транспортное средство для существующей транспортной инфраструктуры, автодорог. А мы чуть больше, чем за пять лет, сделали двенадцать видов транспорта. То есть моделей, некоторых моделей по несколько. Двенадцать видов. И пассажирский транспорт разный, под разные необходимости. Грузовой транспорт. И все в мельчайших, так скажем, гибкостях. То есть любые задачи имеют какие-то свои направления. Анатолий Эдуардович продумал все. И, конечно же, эти линии, эти серии транспортных средств и трасс будут расширяться, чтобы объять всю нашу планету. Но, как сказал Анатолий Эдуардович, если вы покрутите глобус и закрытыми глазами поставите палец в любое место, скорее всего, там будут транспортные проблемы, которые необходимо решить. А если не транспорты, то энергетические, либо связанные с жильем. И все технологии Анатолия Эдуардовича направлены на то, чтобы не просто индивидуумом каким-то сделать лакшери технологию, или самую инновационную технологию, а запустить инновационную технологию во всю планету. И мы с этим успешно справляемся. Мы показываем, что на очень высоком уровне и наши специалисты, и наши заводы. Мы уже делали сторонние проекты, точнее, сторонний проект электромобилей, и справились невероятно. В России создали, точнее, спроектировали, но не смогли там сделать его, а наше производство смогло сделать. И опять же, мы, 500 тысяч человек, люди, которые изучили Анатолия Юницкого, наш проект и поддержали его, именно мы и осуществили это. Мы дали возможность этому произойти. И я понимаю, что многие люди с профессиями, знаниями, с опытом не понимают, как можно сделать так много. А мы просто человечеством, объединением так сделали. Поэтому не стоит волноваться и не стоит сомневаться в силе народа, особенно, когда нас так много. Ведь, представляете, сейчас нас в Sky World Community больше полмиллиона человек. А когда станет миллион, два, десять миллионов человек, уже будем развивать следующие компании. После того, как данная транспортная технология уже выйдет на самофинансирование и самостоятельно будет развиваться, приносить прибыль, дивиденды, капитализироваться и делать мир лучше. Мы продолжим следующие проекты делать таким же сообществом, только оно будет становиться все больше и больше и больше. Представляете, проекты, которые будут стоить миллиард, это сообщество в миллион человек или в десять за один день сможет. Нужно озеленить пустыню, либо спасти какой-то участок от заводнения. Все, сломались, ушли все дороги под воду, нужно снова... Мы за сутки, за недели и месяцы сможем видоизменять мир совместно. Именно это ему сейчас члены правления компании Sky World Community, скажем, и собирают всю информацию, обучают, модернизируют компанию, чтобы мы могли расти дальше и молниеносно, как наш юни-лед со скоростью 600 км в час передвигаться между городами и по нашей планете. Также и мы со своей информацией и проектами смогли бы обмениваться этими знаниями, нашими задачами, то есть проблемами, это задача, которая имеет решение, обмениваться, объединяться и вместе решать. Ведь сейчас уже огромное положено к этому начало. Представляется, 220 стран и регионов мира откликнулись. Люди оттуда с разным менталитетом, с разным языком почувствовали, что здесь есть что-то действительно важное во всех технологиях и, конечно же, в той первой, самой актуальной, которую мы сейчас развиваем. Но не сразу я задумался, и как я узнавал у других людей, не сразу замечают этот факт, что это одна из самых дорогостоящих инфраструктур. Это один из самых дорогостоящих бизнесов, то есть один из самых прибыльных бизнесов. И это не из-за пассажироперевозок, а из-за грузоперевозок, особенно в эру потребления. Грузоперевозки, которые с помощью технологии Анатолия Эдуардовича можно вывести на абсолютно новый уровень, с гораздо более быстрой доставкой от момента производства до момента доставки клиента. Потому что у нас автоматизированные транспортные средства, которые могут брать где-то и идти без человеческого фактора в тот город, в ту сторону, куда необходимо. Также может быть и для разработок месторождений, специальные конвейерные ленты, штучные грузы в дни трак, сыпучие грузы, жидкие грузы, любые ковиды контейнеров. То есть любой вид того, что сейчас переводится, мы можем взять это на себя. Представляете, технология, которая может прийти сначала на помощь, а потом со временем. Как я объяснял, как телефон заменил пейджер, придет на помощь и заменит большую часть грузоперевозок. Потому что это будет дешевле, быстрее, безопаснее, экологически чище. И эта вся прибыль пойдет народу, тем людям, которые сейчас уже занимаются будущим своей планеты. В наших руках эта технология и совладение ей. А это будет одна из самых крупных транспортных инфраструктур в мире. Поэтому, дамы и господа, мы вершим будущее. И оно перед вами. Главное, что необходимо сделать, рассказать каждому человеку хотя бы один раз о том, что это существует. Показать хотя бы одно видео, хотя бы одну фотографию, чтобы человек сказал, смотри, мы на этом через пять лет будем летать по струнам в городах и между городами. И это реальная фотография. Многие мне говорили, да невозможно, это не может быть фотографией, кто такое может сделать, это в фотошоп все. Пока видео не покажешь. Нет, видео тоже в фотошоп. С собой видео показываешь, вот я себя снимаю. Что, действительно, что ли? И что, там тоже были реальные фотографии и видео? Ну тогда надо садиться и изучать. Это слова уже существующего нашего партнера, который долго противился и говорил, да у вас ничего не получится, что это за такие струны, как они смогут выдержать вообще. Не поедет никакой транспорт, это все брехня. А прошло время, и человек сейчас говорит, слушай, а я еще увидел, что у них технологии морских портов. Слушай, я увидел, что у Анатолия Эдуардовича вот эта технология есть. А для аэропортов вот эта взлетная полоса есть. А электроэнергетика, ты слышал, какая? А это как города. Я говорю, да, я все это изучал, я старался привлечь твое внимание, но казалось же, что фантастика. Блин, ну как? Ну да, ну кто мог подумать, что это все реально может стать? А через несколько лет мы уже катаемся на этом транспорте. И понимаете, дамы и господа, куда бы вы не направили свой интерес, вы увидите, что каждое решение гениальное. Хотя в общем целом все частички, большинство из них мы знаем, но они сложены настолько уникальным образом, что эта технология просто дает новую скорость, новую плотную, так скажем, плотный фундамент, от чего мы можем отталкиваться. Ведь если у нас сейчас с информацией, деньги, все это развитое, это очень быстро, мы добавляем к этому перемещение по планете очень быстро, физическое, мы вездесущие. А если вот таким вот образом с помощью экологических технологий создавать дома и города, так называемые устойчивые, то есть которые сами себя обеспечивают, то мы становимся не вредоносны для планеты, флоры и фауны, а благоприятны. Она без проблем будет делиться, потому что мы на нее негативно никак не влияем. Она будет пышить своей красотой, своими плодами, своим кислородом и прочими благами. А мы можем спокойно это собирать и с удовольствием использовать, не вредя ей. Необходимо лишь слегка поменять точку зрения, точку важности, что наша планета – это лично наше дело. Неважно, какое у вас образование, неважно, как вы жили до этого или как будете жить после этого. Главное, чтобы сейчас у вас, так скажем, вы почувствовали, что вы один из хозяев планеты, хотя бы только потому, что очень сильно влияете, и наша ответственность – это наш рай, и наша ответственность продолжать, так скажем, именно в райском состоянии его содержать, двигать его в сторону рая, потому что рай и ад, он есть на земле. Если мы пойдем в техногенную сферу до конца, нас сожрет наше детище, и это будет ад, потому что нужно будет много индустриальных костров, чтобы все это двигалось. И негде, и нечем будет дышать. Ни флоре, ни фауле, ни человеку. А если сделать перезагрузку, как предлагает Анатолий Эдуардович, очень рекомендую, посмотрите его фильмы на Ютубе Анатолия Эдуардовича, либо на сайте unitsky.engineer в его блоге. Он четко и досконально по законам физики, по опыту, со всеми аргументами объясняет, что мы можем делать дальше с жизнью на нашей планете, и как сделать ее действительно изобильным. приятный, без страданий, а так, чтобы мы имели все, что необходимо. Я думал когда-то, что Жак Фреско видит утопично мир, что все будет настолько хорошо. Он предлагал интересные идеи, но это было далеко до их реализации. А у Анатолия Эдуардовича, он конкретно знает, как и с точки сейчас, сегодня, даже вчера, быть в завтра, где мы можем быть, что для этого нужно делать, и иметь обоснование, сертифицированное обоснование, что это все работает. Именно ради этого и мы стараемся. Ради этих технологий, которые освободят наше время, которые включат автоматизацию, закрывающие технологии, которые закроют перед нами потребность заниматься ненудной, неинтересной, либо опасной деятельностью. Мы уже достаточно развились, чтобы использовать наши компьютеры, искусственные интеллекты, все датчики, машинное зрение для того, чтобы они помогали нам, наши роботы, наши программы, а мы жили как творцы, в творческом, в созидательном смысле. Потому что это наша возможность. Посмотрите на эти здания, на эти города. Это в скором времени все будет возможно. Но начать нам необходимо с простейшей технологии, которая после выхода на самофинансирование, то есть буквально еще 15 этап мы заканчиваем, сейчас 14, 15 заканчиваем, и все, у компании уже есть предзаказы, в очереди тысячи предзаказов, которые просто говорят, ну, если реально вы просертифицируете, конечно же, мы закажем. Есть просто, конечно, более длинновидные ребята, которые уже с нами работают. Но, тем не менее, в заказах у нас проблемы никакой не будет. Особенно после того, как первые адресные проекты покажут свою эффективность на бумаге, то есть, скажем, отчет за месяц, за сезон или за год. Это будет вау. Я думаю, цены даже могут взрасти от того просто, что внимание человечества будет приковано, направлено на то, насколько эффективнее наши транспортные системы, чем все то, что сейчас настроено на нашей планете. И что быстрее необходимо переквалифицироваться и в разных странах, в думах, в государствах, то есть в думах-городах, и в государствах прям заказывать подобные проекты. И эта компания на самофинансирование, мы только будем расширять наше производство, ну и, конечно же, Анатолий Эдуардович, думаю, не остановится со своими командами, чтобы постоянно улучшать наши технологии. Но вот эта самая маленькая технология, именно она даст нам, даст нам всю базу, даст нам максимальное количество уже знакомых с трудами Ницкого и с инвестированием, с развитием, с финансированием инновационных экологических технологий. То есть огромное сообщество даст понимание всему человеку, что таким способом можно создавать проекты компании и технологии, что такой способ рекламы нетрезонной тоже работает, и что он достаточно экологичен, и что так много пользы получено людьми, обычными простыми людьми, и улучшена их жизнь. Спасибо большое Анатолию Эдуардовичу, что он таким образом это реализует и отдает данную технологию людям. Самую гибкую транспортную технологию, которая подходит всюду. Нет на планете ни одной такой технологии. И самые маленькие решения, маленькие деревеньки, и маленькие города, и существующие города, и новые города, и мультимиллионники, для каждой задачи есть собственный вид трассы, собственный вид транспорта. И, конечно же, это все максимально будет подбираться для достижения наилучшего результата. С самой простой технологии начинается это будущее. И очень интересно, что затратим мы на все это гораздо меньше, чем строили бы по существующему, а жизнь наша станет лучше, эффективнее, быстрее. И еще, конечно, очень радует, что много же времени люди в общем целом тратят на передвижение. А тут мы будем передвигаться и будем полностью свободны. Можем читать свою любимую книгу, общаться с любимым человеком, можем заниматься бизнесом, работать, учиться, просто наблюдать за нашим прекрасным миром, за окном, быть здесь и сейчас. Мы полностью свободны. Вот что значит закрывающая технология, автоматизированная, освобождающая нас. Ну и, конечно же, полная безопасность. Ведь каждая анкерная опора, каждая промежуточная опора, каждый транспорт, все связано воедино. Как единый рой трудолюбивых пчелок, они объединены вместе и принимают решения вместе. Заложены алгоритмы, ведь это искусственный интеллект. Как поступать в такой ситуации, в такой, если где-то что-то вдруг не так, машинным зрением видно, что есть какое-то новое препятствие, все транспортные средства действуют сообща, снизят скорость. То есть максимально, что сейчас может делать компьютер, а вы уже знаете, что наши технологии сейчас, это просто вау. То, что я видел на Экспо-2020 в Арабских Эмиратах в октябре 2021 года и сейчас в марте 2022 года, дамы и господа, это мы живем в передовое время. И эта технология прекрасно подходит в любой город. Просто в Арабских Эмиратах она прям вообще как влитая выглядит в визуализации. То есть прям она там уже давно должна быть. Но я думаю, что она уже там скоро будет, потому что у нас же официальное сотрудничество с государственным, на государственном уровне, с Объединенными Арабскими Эмиратами. И этот транспорт они хотят не потому, что у них есть средства, а потому что они понимают толк в инновации. Они понимают, что это лучшее на рынке, и поэтому сотрудничают и всячески помогают как можно скорее реализовать данную, данные технологии. Ведь им нужен самый быстрый транспорт. Им нужен самый безопасный транспорт. То, за кем будущее. То, что экономично, то, что экологически чисто, абсолютно безопасно и легко интегрируемо куда угодно. В горы, в пустыню, в горы, на шельфе моря. Объединенные Арабские Эмираты очень заинтересованы в наших технологиях, потому что и линейные города, и экопоселения, и передвижение в фар-вакууме это те технологии, которые их реально интересуют. А мы можем это реализовать совместно. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуйтесь. Подключайтесь, пожалуйста. Задавайте вопросы тем, кто пригласил вас сюда. Пишите мне на корпоративную почту. Я с удовольствием отвечу на вас вопросы. Ведь вместе мы делаем и собственную жизнь лучше, и жизнь всех остальных живых существ на нашей планете тоже лучше. По всем показателям мы создаем лучшее будущее. И каждый может вложить свою лепту в это прекрасное будущее. задайте себе вопрос. В каком мире вы хотите жить? Хотите ли вы жить в безопасных городах, где чистый воздух, где есть чем дышать? В городах, в которых хочется родиться новому человеку, проводить там свое детство, юность, молодость и старость. Ведь мы действительно можем жить на планете Земля, как в раю. и наши города могут давать нам очень много пропитания. Столько, сколько необходимо. Используя только экологические технологии. Если вам хоть как-то это откликается, посмотрите, кто такой Анатолий Эдуардович. Зайдите на сайт обновленный Unitsky.com. Это салон наш, где вы уже увидите, так скажем, как предприятия, крупные корпорации либо государства могут заходить уже на сайт и купить тот продукт, который мы создали. Это в наших силах. Это сделали мы. Спасибо каждому человеку, который уделил время и свою энергию в это. Ведь это все сделано нашими руками, нашей энергией, нашими средствами. А пользоваться этим будет вся планета. И спасибо большое компании SkyWorld Community, что она столько лет занимается распространением информации, поиском людей, которые готовы уже к тому, чтобы вершить нашу историю. Ведь именно с помощью этой компании наши технологии получают финансирование и развиваются так успешно. именно с помощью этой компании в такое непростое время абсолютно каждый человек на планете может стать частью прекрасного будущего, заниматься созидательной деятельностью, создавать инновационные технологии, укреплять их и ускорять во всю планету, для всего живого, для флоры, фауны и человека. И причем с компанией SkyWorld Community это можно делать в любое время, в любом месте, с любым человеком, на любом континенте, в любой стране, с любым менталитетом, возможности для каждого. И получать вознаграждение без ограничений за то, что вы делаете этот мир лучше и дарите огромную пользу всех, с кем делитесь этой информацией. я очень рад, что мир сводит нас вместе. Я очень рад, что люди просыпаются. Я очень рад, что такое будущее рук дело обычных людей, которые уже выросли до хозяев этой планеты. пятнадцатый этап на загорание. Все выгоды, которые только можно представить, можно найти с помощью развития этой и будущих технологий Анатолия Эдуардовича, сделав мир действительно таким, который похож на рай из технологий Анатолия Эдуардовича. Я уверен, это получится. С вами был Артем Курбанов из Латвии, город Далгопилс. Благодарю вас за внимание от компании SkyWorld Community. Ведь вместе мы сделаем прекрасное будущее. Еще раз благодарю вас за внимание. Будьте здоровы. SkyWorld Community Будущее уже наступает.